большое спасибо за приглашение ну вы знаете раз это коллоквиум я хотел вначале некоторое количество вашего времени потратить на такую карту мира вот значит то по что я буду рассказывать связано с несколькими областями математики я некоторые из них допустим штук 5 перечислю вот значит это будет теория ли геометрия двумерная топология что у меня там еще было фор теория чисел и трехмерная топология ну и здесь на этой карте мира я ну так конечно довольно условно напишу какие-то объекты а потом но какие-то может быть ключевые формулы или слова которые будут делиться на простые и сложные ну тоже в некотором таком как вы увидите немножко условном виде вот и на самом деле то что я здесь опишу наверное есть какая-то супер наука у которой это все части но сегодня мы конечно небольшую часть этой схемы исследуем значит в теории ли там такой главный объект этого всего дела это центр универсальной обертывающей алгебры и объект который простой который с этим связан это так называемый ряд кембелл хаусдорфа ну если вы такого не видали то можно думать что это просто логарифм от матричного произ можно думать что x и y это матрицы и в это какой-то универсальный ряд по не коммутативным переменным x и y сложная вещь там связано с такой тоже интересной функцией от матрицы это детерминат такой функции экспонента минус 1 делить на на джоинт то есть может может думать что это просто матрица давайте мы просто матрицу напишем чтобы упростить дело вот в геометрии соответствующие объекты объект главный по которым мы сегодня будем говорить это модули плоских связанностей на двумерной поверхности и это тоже можно говорить что это представление фундаментальной группы в какой-то группе ли деленные по сопряжениям но это мы более детально сейчас обсудим и простые простой объект это на таком пространстве часто бывает не вырожденная замкнутая форма симплектическая форма вот более сложный объект там бывает какой-то такой оператор называется баталина волковыского об этом мы тоже сегодня поговорим это какой-то оператор у которого квадрат 0 ну может быть чуть чуть более конкретные вещи что такое за двумерная топология вот значит мы будем разговаривать о кривых их пересечениях и сама пересечениях вот представьте у нас есть две ориентированные кривые и простой объект который с этим связан это скобка ли которая называется скол скобка голдмана я ее скоро опишу более сложный объект это к скобка которую придумал тураев и оба эти объекта они они по определены с помощью пересечения самопересечения кривых на двумерной поверхности вот в теории чисел но объекты это числа и простые объекты это так называемые числа бернулли вот которые определены какой-то производящей функции до с на экспоненту с минус 1 более сложные объекты которые с этим всем делом связаны это значение обобщение значений зета-функции в целых точках есть соответствующие функции с многими параметрами и они играют в этом деле роль и наконец в трехмерной топологии это какие-то косы или узлы или зацепления как объекты и простые объекты это так называемые инварианты васильева или инварианты конечного порядка сложные объекты это это ассоциаторы дринфельда вот ну и может принципе было бы список еще немножко продолжить но закончилась доска вот оказывается что по всей видимости все эти вещи это части одной и той же науки правда эта наука пока не известная должен признаться то есть я наверное идеальный колок и он был бы рассказать о такой вот супер науки у которой все это какие-то вот там части но известно что они тесно связаны но как в точности это устроено это не совсем известно этого есть какие-то индикации но нету точной картины вот и сегодня у меня такой план рассказать вам вот об этом куске ну в каком-то виде но просто мне кажется интересно знать что у этого дела есть много других тоже проявлений и ну наверное когда-то может быть даже в обозримом будущем эти все вещи они должны быть связаны в единую схему если будет возможность можно с первой строчке как-то попытаться связать потому что мне лично очень интересно как связано с первой строчке ну нет все в одно сказать сейчас сейчас все но в конце мы можем заявки телезрителей принимать но в принципе могу сказать сразу все строчки интересные и те которые которых я не написал тоже но давай давайте уже начнем с тех строчек которые были запланированы а потом посмотрим как про первую строчку мне легче было бы рассказать чем про другие но все равно посмотрим как со временем получится значит давайте начнем со скобок голдмана то есть мы начинаем вот из этого квадрата значит скобки голдмана это классический объект в топологии двумерных поверхностей и давайте у нас сигма будет компактная ориентированная двумерная многообразие ну что-нибудь вот в таком стиле тут надо сказать что я буду все время как-то менять свои предположения для того чтобы мне и может быть вам было легче иногда легче думать что нету границы иногда легче думать что есть граница но в общем случае то ли есть граница то ли нету и это это мы будем немножко 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 варьировать теперь нужно выбрать основное поле ну топологи обычно выбирают его рационар рациональные числа геометра обычно вещественные ну можно любое поле характеристики ноль выбрать и значит скобка голдмана определена на таком векторном пространстве значит мы берем над нашим полем линейные комбинации гомотопических классов ориентированных петель то есть мы берем отображение из окружности с ориентацией сигма то есть мы рисуем какие-то мы рисуем какие-то такие вот ориентированные кривые и смотрим их по модулю гомотопии в принципе не в любые а то простые мы может быть чуть-чуть скажем не любые может быть чуть-чуть более алгебраичную но не знаю мы это не очень будем использовать но все-таки я скажу как правило значит это объект который топологически определен но если вы алгебраически хотите его определить то нужно взять групповое кольцо фундаментальной группы и поделить его по подпространству подпространству коммутаторов то есть вы берете в этом кольце вы перемножаете элементы и берете их коммутаторы значит ну может быть еще такая вещь из самого группового кольца сюда есть естественная проекция и но у нее есть разные обозначения давайте ее будем обозначать как абсолютное значение вот и поскольку здесь мы делим по коммутаторам у нее такое же свойство как у следа то есть вы циклически можете переставлять выражение да да ну сейчас мы я может пример один дам сейчас буквально одну секунду и тогда может быть мы вернемся к этому вопросу то есть ну какой-нибудь элемент здесь представим себе что у нас есть два каких-то элемента p1 допустим x и y и мы какое-то вот такое вот слово из них составляем и отправляем его сюда то ну например это я и теперь я могу циклически переставить например вот так вот и это будет то же самое это будет тот же гометопический класс кривой нет короче нет потому что когда вы берете первые гомологии то вы по идеалу делите а здесь эта штука это это перестает вот это вот пространство у него умножение пропадает вы делите просто по коммутатором это гораздо гораздо больше чем первые ну вот например да если вы думали о первых гомологиях то x и x минус 2 правда же можно было бы их сократить но не ну сейчас вот посмотрите вот здесь вот да если бы мы говорили о гомологиях да то вот эти x и x минус 2 могли бы сократить было бы x минус 1 а здесь вовсе нет то есть у него большая часть некомутативности она остается вы можете их ну конечно что-то пропадает да потому что вы можете например если бы вот здесь вот написали y минус 1 вот они бы сократились если они рядом стоят но если они стоят в разных местах в вашем слове фундаментальной группе то они абсолютно не сократятся поэтому я должен признать что это каждый раз вопрос возникает я каждый раз думаю что я должен хорошо научиться про это рассказывать нет это просто это просто это просто векторное подпространство порожденное коммутаторами то есть это огромная это это огромная вещь ну сейчас мы один пример может быть я покажу ну вот на этом деле есть каноническая операция это вот как раз это скобка давайте я ее попробую описать представим себе что вот у нас есть два элемента сигма это двумерная поверхность ориентированная да да все двумерную значит возьмем две ориентированные кривые которые ну мы значит представили их элементами p1 допустим можно думать про них как по кривые и мы определяем скобку скобка определяется таким интересным выражением значит мы берем точкой пересечения этих кривых ну вот давайте конец пример нарисуем вот здесь вот вот это вот одна кривая было да а вот это вот вторая значит это было у меня альфа а это будет бета вот значит мы берем сумму по точкам пересечения здесь будет какой-то знак который я сейчас объясню а здесь новая кривая которую я назову альфа п бета п значит что это такое за два элемента ну альфа п бета п это так вот здесь вот есть эта точка пересечения которую мы видим и мы можем сперва обойти альфа а потом обойти бета ну или наоборот сперва обойти бета потом обойти альфа из-за того что это все под вот этим модулем да то есть это как след то это их порядок не важен здесь получилась новая кривая значит получился новый новый класс новый класс в этом самом в p1 можно еще тоже такой рисунок сделать вот я могу это дело нарисовать вот эти вот были у меня альфа и бета и они вот так вот пересекались в точке в точке п можно думать что это такое разрешение сингулярности я заменил вот эту вот кривую вот это вот пересечения я его заменил вот на такую картинку при этом из двух кривых получилась одна оказывается что всегда так ну а знак это тоже понятная вещь у меня альфа и бета как-то упорядочены альфа 1 об это второе поэтому к ним касательные вектора в этой точке образует базис в касательном пространстве ну а поскольку у меня сигма ориентированная то этот базис он или положительный или отрицательный да то есть зависимости от того как эти вектора как они упорядочены вот этот вот знак это как раз знак который меряет этот базис он положительный или отрицательный вот про эту скобку есть такая теорема которую доказал голдман значит эта скобка у нее есть такие свойства ну во-первых она хорошо определена ну заметьте это в принципе не совсем так уж очевидно да потому что ведь мы хотим чтобы это были гометопические классы поэтому мы их можем представлять разными представителями может быть они могут пересекаться разное количество раз вот поэтому начинают это как-то нужно доказывать обратите внимание здесь на самом деле я уже немножко замел под ковер такое такое дело мы всегда можем выбрать представители чтобы они пересекались в конечном количестве точек и трансверсально потому что иначе эта формула не имеет большого смысла но мы их вот таким образом выбираем вот ну и во вторых это скобка ли то есть это что означает что она антисимметрично ну это очевидно потому что если я поменяю местами альфа и бета то поменяется только вот эти знаки все эти выражения все никак не поменяются ну и конечно нужно проверить что это что она удовлетворяет тоже свои фобия в принципе вот я я не знаю я обычно люблю давать домашние задания это как здесь ничего но 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 если да но если выбирать если выбирать домашнее задание про всю эту деятельность то я это это вообще говоря хорошее домашнее задание тут не немного чего нужно делать и это все все легко проверить то есть тут какие-то движения рейды мастера да там ну то есть как как картинки можно перерисовывать это тут не очень более-менее не ничего это какой-то там на 10 минут дело это все проверить что это так и есть все вот давайте я еще сделаю пару замечаний но одно замечание такое есть такой специальный гомотопический класс мы берем просто тривиальную стягиваемую кривую ну можно его назвать тоже единицей вот тогда легко видеть что это дело принадлежит центру вот этой алгебры ли со скобкой голдмана то есть на самом деле скобка вот вот этой штуки с чем угодно она ноль и это вот почему представим себе что у нас вот есть какая-то любая кривая альфа да и кривая бета это вот такая тривиальная кривая стягиваемая которая может быть ее пересекает ну тогда конечно мы можем это дело перерисовать нарисуем новую копию альфа а ну бета просто сдвинем куда-нибудь так чтобы она альфа не пересекала вот и у нас получится получится ноль вот поэтому это дело в центре это нам очень сильно пригодится скоро второе замечание такое я обещал пример тут на самом деле с примерами этого дела сильно не разбежишься но один пример все таки есть хороший давайте возьмем сигма просто двумерный то вот тогда же же от сигма у нее есть такой явный красивый базис просто пронумерованный двумя пронумерованный двумя целыми числами и просто это сколько раз вы наматываете вашу кривую на один на одну окружность и сколько раз на другую окружность в каком порядке оказывается неважно значит это это вот и в этом базисе скобка голдмана выглядит тоже таким симпатичным образом вот такое получается симплектическое спаривание и а так индексы складываются получается вот такая явная явная алгебра ли но уже начиная с такие этот пример он в каком-то смысле не очень интересный а реально первые два интересных примера это сфера с тремя с тремя границами и торс одной границей и уже там ну это более менее такое совершенно они необозримые эти алгебры с ними то есть не так просто написать какой-нибудь базис вот вот значит есть такой интересный объект ну поскольку я сказал что у нас тут на этой карте много много всяких много всяких вещей то мы сейчас поступим так мы сейчас прыгнем вот в этот квадрат и я потом расскажу про связь этих двух вещей это такая классическая наука вот связь между этими двумя квадратами а потом уже какие-то новые вещи это вот вот эти вот дополнительные квадраты но это уж там сколько у нас хватит времени значит давайте посмотрим теперь вот на этот вот квадрат значит это какой-то объект совершенно топологически определенный очень симпатичный значит теперь давайте мы про пространство модулей вот пространство модулей ну снова начинаем с поверхности и мы его определяем таким образом значит теперь есть поверхность и есть еще один элемент же это у нас будет связная группа ли нет вообще говоря не компактная не обязательно компактная и мы смотрим галамортизма из фундаментальной группы в же и делим по же где это это будут сопряжения вообще говоря я вполне понимаю откуда берется такой вопрос потому что если мы всерьез подходим к этому пространству то мы должны с большой осторожностью относиться вот к этому делению да то есть это с точки зрения ну не знаю допустим если мы хотим чтобы наше результирующее пространство у него были какие-то хорошие топологические свойства мы должны подробно и в каждом случае разговаривать о том как мы вот здесь вот будем делить потому что может что-нибудь не очень хорошее получиться для 2 черты нарисовать один из способов у меня такой у меня вот такое предложение не будем никакую вторую черту рисовать и будем этот вопрос на сегодняшний вечер просто игнорировать будем считать что все хорошо делится забудем об этом хотя на самом деле это не так вот такой компромисс значит а вот такое вот есть пространство теперь про это пространство это пространство вообще говоря очень важное для разных применений но можно сказать так что и для трехмерной топологии она оказывается очень интересным ну и связано с этим в квантовой физике то есть квантовой физики это пространство по каким-то причинам играет большую роль потому что есть физическая теория которая там теория черн саммитса которая с ним тесно связано начну в общем то есть это это какая-то важная вещь поэтому давайте я про нее пытаюсь сформулировать ну может быть не совсем так четко теорему ведь давайте я еще обозначу алгебру ли вот этой группы маленькой красивой буквы g вот и теорема теорему будет такая это теорема от хиботта значит представим себе что на на нашей алгебре ли есть инвариантное скалярное произведение назовем его буквой b тогда пространство m сигма g это пасонного пространства ну я не очень знаю вы знаете ли этот термин может быть нет но значит если если у поверхности нет границы то тогда это симплектическое пространство то есть на нем есть то есть каноническое два форма которые определяются ориентацией поверхности и вот этим вот скалярным произведением эта форма не вырождена и замкнута ну вот но честно скажу на сегодня мне не очень удобно было бы работать с формой давайте я все таки коротко скажу вам про определение пасонного пространства значит важная вещь состоит в том что на функциях возникает естественная скобка ли значит она называется скобка пасона и в случае если у вас есть вот это два форма то скобка пасона в каком-то смысле это обратный оператор к два форме может быть тоже хорошо сказать что вот это вот скобка вы ее можете определить с помощью такого тензора пуассонов тензор это мы можем думать что это сечение второй внешней степени касательного расслоения то есть у вас есть в каждой точке внешнее произведение одного вектора на другой когда вы подставите туда две функции но если бы у вас был один вектор вы можете продифференцировать одну функцию если у вас есть две функции и у вас есть два вектора то вы можете продифференцировать одну функцию первым вектором а вторую функцию вторым вектором ну вот нам так в деталях это не нужно будет но тем не менее чтобы примерно себе примерно себе представлять то есть типичный типичный элемент это что-то такое То есть вы берете два, допустим, координатных Две частные производные, два вектора И здесь ставите какую-то функцию, которая, может быть, от х зависит И сумма по иже Ну, теперь, я так сказал, вот теорема И, наверное, я бы должен был объяснить конструкцию хотя бы немножко Тут, значит, с этой теоремой такое дело Ее очень много изучали, и есть много разных конструкций Много разных объяснений, как вот эта вот скобка и форма, как они устроены По-честному, из них нет ни одной реально хорошей Ну, или они все очень хорошие, замечательные Но нет ни одной из них такой, которую относительно легко объяснить Но я все-таки с одной из них проэкспериментирую Давайте я попробую, потому что мне эта формула потом понадобится Тем более, что это конструкция отечественного производства Но я говорю, конструкции вот этих объяснений Как устроены формы и скобка, их много И, в частности, сама скобка Голдмана, которую мы только что видели Мы это сейчас вскоре увидим, как это работает Но скобка Голдмана была тоже изобретена для того, чтобы объяснить вот эту теорему Значит, вот конструкция Которую придумали Росу и Фок Вот, она выглядит таким образом Ну, во-первых, мы сказали, что у нас есть инвариантное скалярное произведение Ну, зависит, если вы возьмете, наверное, векторное пространство над рациональными числами Так и пожалуйста Нет, ну, это вы как захотите, да Ну, давайте, да Я, наверное, так будет спокойнее Не, не, вернемся потом к этому делу Пускай Вот Значит, если у нас есть вот это скалярное произведение То тогда мы можем ввести канонический элемент, да Который обратный скалярному произведению Если бы у нас, например, здесь был базис А здесь дуальный базис То вот такой вот элемент по скалярному произведению у нас определяется Теперь давайте поступим так Вот это вот пространство модулей, да Мы можем поступить таким способом Давайте мы поверхность Если у нас есть хотя бы одна компонента границы Давайте мы поверхность Заменим на ей гомотопический эквивалентный граф Ну, я, наверное, неправильный граф нарисую Но вот мы можем представить себе что-то такое, да Внутри поверхности есть граф И на этом графе мы можем думать, что Ну, вот мы говорили о P1, да То есть о фундаментальной группе Здесь у меня много базовых точек То есть это будет тогда скорее фундаментальный группоид Можно нарисовать картинку, где будет базовая точка только одна Но тогда как-то кривые будут там слишком муторно рисовать Поэтому давайте вот так сделаем Если у нас у поверхности есть хотя бы одна компонента границы То фундаментальная группа у нее свободная Поэтому фактически вот это вот отображение Геоморфизма из P1 от сигмов G Это фактически какое-то количество копий G Поэтому давайте выберем такой граф Так, чтобы это было Изоморфно просто G в степени количества ребер графа Вот, и мы можем думать, что мы Как бы каждому ребру Ставим в соответствие элемент G Теперь идея Фока и Росова написать Би-вектор вот на этом пространстве Это пространство гораздо проще Здесь какое-то абстрактное было пространство Отображение P1 куда-то Это очень конкретное пространство И мы сейчас на нем напишем би-вектор Значит, би-вектор Росова и Фока Он выглядит таким способом Значит, давайте условимся, что все вершины графа Будут лежать на компонентах границы Тогда в каждой точке, для каждой вершины Если мы сопоставим звезду Звезду, то есть, например, все полуребра Которые из этой вершины входят или выходят То тогда, поскольку вершина лежит на границе То в каждой звезде у нас есть естественное упорядочение Которое задается ориентацией Ну, а помните, ориентацию-то нам нужно использовать Вот, поэтому, значит, берем сумму По вершинам графа Потом берем сумму по всем парам Ребер в звезде Вот А теперь делаем такую вещь Ну, у нас каждому ребру соответствует элемент группы А точнее, даже каждому полуребру Соответствует у этого элемента группы Либо левое, либо правое действие Давайте будем думать, что Вот у нас, если ребру так ориентированно То с этой стороны мы действуем слева А с этой стороны справа Ну, для вас это должно быть даже довольно естественно Вот Ну и давайте тогда поставим вот такие вот Дифференциальные операторы Это, обращаю ваше внимание Эта штука живет в произведении двух копий алгебры Ли Эта алгебра Ли может, вот, например, вот здесь Вот, если это И, а это Ж Она элемент И дифференцирует слева С помощью вот этого самого ХА А элемент Ж, она дифференцирует тоже слева С помощью вот этого ХА Ну и для того, чтобы это антисимметризовать Чтобы получился бивектор Давайте я это так условно напишу Что, как бы, так, минус, наоборот Значит, эта штука, это бивектор Это элемент Это как раз То, что я там вот наверху писал Элемент Второй внешней степени Вы можете теперь подставлять функции на этом пространстве туда И получать скобки Вот Оказывается, что эти скобки будут инвариантными По отношению к действию группы Поэтому, если вы поделите Вот там вот это вот деление Которое мы не очень хотели Серьез обсуждать Если вы поделите То получится ровно скобка, которую нашли от Я и Бот Ну, они ее нашли каким-то совершенно другим способом Я говорю, теперь есть просто 10 технологий Как вы эти скобки можете написать Но это вот один из этих способов Если эта формула как-то кажется вам слишком сложной Не придавайте большого значения Мы к ней вынуждены будем в конце один раз вернуться Но, тем не менее, есть какая-то конкретная формула Теперь я бы хотел сформулировать теорему Которая связывает вот эти вот скобки От Еботта и скобку Голдмана Для этого Давайте мы поступим таким образом Давайте же выберем Ж или Н Для какого-нибудь Н Любого И поступим таким способом Значит, пускай у меня есть Альфа Ну, пусть это будет элемент П1 от сигма Ну, этому альфу у нас соответствует Абсолютное значение альфа Это элемент вот этой вот Алгебры Голдмана И давайте я сделаю так Я хочу определить Функцию на пространстве модулей Которая соответствует вот этому элементу альфа Ну, как я могу поступить? Что такое точка пространства модулей? Точка пространства модулей Это представление П1 в ЖЛН То есть Н-мерное представление П1 Ну, по модулю чего-то там деленного Значит, ну, тогда давайте так поступим Вычислим Вот это вот РО Это представление Значит, РО Это у нас Представление Ну, деленное Пока про деленное не думаем Вот Вычислим это представление Получится Н на Н матрица У этой Н на Н матрицы Мы можем взять след Этот след Это число Оказывается, что это число Не зависит От вот этого самого деления То есть Когда мы делим Число все время получается одно и то же И не зависит от того Как мы подняли Вот у нас был же У нас же были классы По модулю По модулю циклических перестановок Вот от этих элементов В P1 Но это, оказывается, тоже неважно Потому что под следом Вы можете циклические переставлять Вот Вот такая вот Получается интересная Интересная формула Вот Ну, оказывается Что эта формула Она задает Значит, что же Она задает отображение Из Вот этого пространства G-сигма Значит, она задает Отображение Из пространства G-сигма В функции На Пространстве модуля Для G-ли Вот Ну, на самом деле Даже не из G-сигма А если мы хотим Мы можем даже взять Его симметрическую алгебру То есть мы можем Взять несколько таких штук И просто функции Перемножить Вот Значит, здесь у нас была Здесь у нас была Если мы пока забудем С Здесь у нас была Скобка Голдмана А здесь у нас была Скобка от Хиботта Вот Тогда теорема Теорема Голдмана Она говорит такую вещь Что Ну, во-первых Вот это отображение Давайте мы его F назовем F Это Голоморфизм Ли То есть если У нас здесь Здесь есть скобка И здесь есть скобка То, соответственно Это отображение Уважает эти скобки И более того Если мы все-таки Поднимем Если мы поднимем Это отображение На симметрическую алгебру То И выберем Поверхность Без границы Значит И Поверхность Без границы То То это отображение Селективное То есть мы получим На самом деле Все просто функции То есть на самом деле Скобка Голдмана Знает Про все Вот эти скобки Атьебота Для всех Н За один раз Вот Ну Такое Интересное Конечно То есть здесь Вроде бы у нас была Какая-то Геометрическая Конструкция Какие-то детали Алгебр Ли Какие-то Вот я вам Базисы Что-то туда-сюда Но оказывается Оказывается Что эта конструкция Полностью Топологическая Да Вот это вот Довольно Красивые картинки Которые мы в двумерной Топологии Вначале Рисовали Они полностью Это дело Описывают Ну Теперь Что же Давайте я вам Значит Это классическая история Очень красивая Но теперь Давайте я вам Расскажу Про Вот это вот Еще Пару Квадратов Из этого дела И тут На самом деле Скобка Голдмана Это очень популярный Объект С ней Работает много людей Но на самом деле Есть еще одна операция Которую Придумал Тураев На самом деле Ну вот я не знаю Тут все это под запись Но там Это интересная история Потому что Задолго до Голдмана Тураев придумал Огромное количество операций На Пиодин И вот на классах гомотопий Но К сожалению Или может к счастью Я не знаю Он не придумал Вот эту скобку На самом деле Из любых двух операций Получаются все остальные Но потом Голдман Придумал скобку И эта скобка Оказалась очень-очень важной Вот Но на самом деле К этому моменту У Тураева У Тураева уже был Огромный запас операций Было понято Что для того Чтобы получить все Нужно реально две И вот я вам покажу Сейчас Один из выборов Красивый выбор Для вот этой второй операции Значит Это называется Коскобка Тураева И это выглядит таким образом Мы теперь возьмем Всего одну кривую Это наша поверхность Сфера с тремя компонентами границы Возьмем Вот такую вот кривую И видите У нее есть теперь Самопересечение Значит Коскобка Определяется таким образом Это снова Сумма Ну я так немножко Напишу Халатно Пересечение Кривой с самой собой Вот здесь вот есть такое Самопересечение И здесь Формула такая То есть теперь У нас раньше было две кривых И они сливались в одну А теперь мы берем Одну кривую И отображение В внешнее произведение Двух кривых И это почему происходит Потому что если вы Вот это разрешение Сингулярности здесь сделаете То окажется Что если кривая была одна То это разрешение Ее поделят на две части Вот А в остальном Формула такая же Да Будет две части Вы их упорядочите Как хотите И берете знак Если вы захотите Поменять эти две части Знак поменяется Поэтому тут все Самосогласовано Вам не нужно делать выбора И про это дело Тураев доказал Такую теорему Что вот эта вот Коскобка Хорошо определена И что вместе Со скобкой Ну у них Есть какие-то Свойства Совместные Я напишу Я тем не менее Напишу Что Ж-сигма Со скобкой Коскобкой Это будет Биалгебра Ли Ну это Еще два уравнения Типа Тожества Якоби И есть еще Дополнительная часть Которую доказала Час Это то что Если вы возьмете Композицию Скобки Коскобки То получится Ноль Как мы увидим Это довольно важная вещь Значит Тут Есть такое дело Я сформулировал Эту теорему Так чтобы она Проще выглядела Но к сожалению Она неверна Вот Как вы И на самом деле Вы можете Довольно легко Угадать Что там неверно И почему Попробуете То есть Эта теорема Неверна В ней Есть Очень важная Вещь Которая Просто очевидна Просто неправильна Сейчас Гиал Так Хорошее предположение Но поскольку Вот Конечно Это Более Это лучше Предположение Потому что Большая Из нас Многие Не знают Что такое Биология Броли Поэтому Трудно Сказать А вот Что такое Хорошо Определена Это В принципе Вот И значит Почему Она Почему Она Плохо Определена Это Вот С чем Связано Представьте Себе Что Значит У меня Кривая Была Вот Такая Что На ней Такое Вот Первое Движение Завиток Ну Этот Завиток С точки зрения Гомотопических Классов Это конечно Ничто Да Я его могу Развернуть Но С точки зрения Вот этой Формулы Тут есть Проблема Потому что У вас здесь Есть новая Точка Пересечения И в этой Формуле Просто будет Новое Слагаемое Которого Раньше Не было Поэтому На счет Хорошо Определена Здесь Конечно Возникает Большой Вопрос Есть Два Способа С этим Бороться Я вам Расскажу Только об одном Про которое Рассказать Короче Мы можем Сделать Так Давайте Давайте Поделим Наше Пространство Еще По тому Что У нас Дают Тривиальные Петли Вот Тогда Как раз Вот эта Тривиальная Петля Гомотопические Тривиальная Петля Если мы Ее убьем То тогда Во всем Сочи Эта Проблема Решается Ну и на самом деле Оказывается Что после этого Теорема верна То есть Вот Значит Есть такая вещь Возникает вопрос Вот раньше Скобка Голдмана Тут Вот у нас Видно Что Скобка Голдмана И скобка Тураева Это просто Близнецы-братья Да Они определены В терминах Пересечения И самопересечения Кривых На них Есть множество Соотношений Которые они Друг с другом Вместе Выполняют И Это означает Да Что это Это конечно Все части Единой Вещи Вот Но До сих пор Совершенно Было неизвестно Вот эта Скобка Тураева Может ли Хоть как-нибудь Использоваться Для геометрии Пространства модулей Потому что Видите Скобка Голдмана Просто была придумана Для того Чтобы объяснять Геометрию Пространства модулей В каком-то виде Вот И я вам сейчас Хочу Показать Результат Который Показывает Как можно Коскобку Тураева Применить Применить К Геометрии Пространства модуля Значит Для этого Давайте Мне сперва Нужно одно Небольшое Замечание И потом Наверное Коротко Сформулировать Конструкцию На самом деле Ответ Будет Похожий На тот Ответ Который Придумал Голдман Значит Ну давайте Сперва Я скажу Такую вещь Вот здесь Вот Может быть Это Не было Очень понятно Я говорю Что я могу Брать Полиномы Вот от этих Элементов Пространства Ж-сигма И отображать Функции На модулях Давайте Я теперь Рассмотрю Внешнюю Алгебру От Ж-сигма Оказывается Что На этой Внешней Алгебре Есть Оператор Который Можно задать Такими Свойствами Этот Оператор На единице Будет Равен Нулю Этот Оператор На Альфа Будет Равен По скобке Ко скобке Тураева И Этот Оператор На Внешнем Произведении Двух Элементов У него Будет Такая Формула Которую Я Попробую Не Наврать Но За это Я не Очень Ручаюсь Плюс Вот мы Его Так Определим А кроме Того Скажем Что Дельта Оператор Второго Порядка И Что Его Квадрат Равен Нулю Значит Утверждается Что И это Какая-то Стандартная Это какая-то Стандартная Вещь Из другой Части Науки Что Значит Если у нас Есть Биалгебра Ли У которой Есть Вот это Дополнительное Свойство Определенный Час То Тогда Существует Единственный Такой Оператор Который Полностью Как Мы видим Кодирует И скобку И ко Скобку То есть Вот из этого Уравнения Если наоборот Мы бы хотели Из дельта Прочитать Скобку И ко Скобку То мы могли Бы это сделать Потому что Дельта Она читается Из вот этого Первого Второго Уравнения А из третьего Уравнения Вы можете Прочитать Скобку Ну вот Значит Это Называется Алгебра Баталина Волковыского Второго порядка Это Можно написать Какое-то Тождество О том Что Если у вас Есть Произведение Трех То Оно Выражается Через Его действие На Произведение Двух И умножение Ну вот Значит Баталины Волковыске Придумали Эти дела Совершенно Для каких-то Квантовой Физики Для чего-то Но Мы теперь Применяем Как можем Вот Ну вот Теперь Что же Как же У нас Будет С этим Самым Что же Нужно Сделать Чтобы на пространстве Модулей Найти Это дело Ну Для того Чтобы сделать Историю Немножко Короче Я начну Ну и Закончу Прямо Сразу Вот Примером То есть У нас Будет Как вот Как вот Для Желин Было Желин Нужно Заменить На Оказывается Супергруппу Значит Есть Такая Супергруппа Которая Называется Куэн Ее Супералгебра Ли Это Это Желин И Мы Присоединяем Еще один Генератор К ней Этот Генератор Нечетный И его Квадрат Равен Единице То есть Это на самом деле Вот эта Правая часть Это просто Матрицы Которые Мы присоединили Один Нечетный Генератор У которого Квадрат Равен Единице Обращаю Ваше Внимание Что На Этой Штуке Есть Нечетное Инвариантное Скалярное Произведение Вот И оно Задано Просто Таким Способом Давайте У нас Здесь Будут Элементы Здесь Это Что Такое Х Штрих Плюс Эпсилон Х Штриха Где Х Штрих И Х Штриха Это Просто Матрицы Вот И Скалярное Произведение Оно Будет Устроено Таким Способом Значит Это Будет Просто След Х Штрих Х Штриха Плюс Х Штриха И Штрих То есть Видите Он либо берет Четную часть В одном Нечетную В другом Либо Нечетную В первом Четную Во втором Значит Это Нечетное Скалярное Произведение Вот И Значит Тогда Оказывается Что Верны Такие Вещи Ну Во-первых Оказывается Что Можно Определить Пространство Модуля Это будет Теперь Какое-то Там Супермногообразие Для Вот этого Самого QN И Можно На нем Определить Такой Вот Оператор Оператор Я его буду Называть Дельта Давайте Я его Назову Дельта М Он будет Определяться Точно Такой же Формулой Как мы Только что Написали Ну Давайте Мы Для Единообразия Напишем Определим Тоже Мы Назовем Тоже Канонический Элемент Т и Ж Снова Будет Канонический Элемент Но Единственное Мы будем Его По-другому Интерпретировать Видите Мы Раньше Хотели Чтобы Т и Ж Действовал На Две Функции Да Ну А Теперь Давайте Пускай Он будет Просто Действовать На Писали Что Т Это Что Это Такое За Сумма X А Умножить На X А Ну Мы Можем Конечно Же Тоже Сказать Что Пусть Это Будет Т С Т С С Т С С С Т Т С Просто Пере 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 Вот Оказывается Что Этот Оператор Убедворяет Всем Свойствам Для БВ Оператора Ну И Вторая Теорема Теперь Вы Уже Можете Угадать Хотя Нет Может И Не Можете Сейчас Увидим Сейчас Узнаем Вот Возьмем Отображение Из Внешней Алгебры Ж Сигма Функции На Вот Этом Вот Супер Пространстве Модулей Вот Теперь Каждый Из них Будет БВ Алгеброй Ну И Раньше У нас Было Утверждение Что Это Гомоморфизм Ли И Теперь Это Будет Значит У нас Гомоморфизм БВ Алгебр Вот Ну Давайте Под Конец Чтобы Не Засыпать У нас Ровно Одна Минута Остается Тестовый Вопрос Что Делать С Этим Ф Использовать Всю Ту Же Формулу Или Что То По Другому Сделать Ну Я Да Да Ну Это Хорошо Да А Как Значит Вот Я Напоминаю Ф Ф Это Равнялся След От Ро От Альфа Ф Ф Альфа От Равнялась След От Ро От Альфа Значит Это На самом Деле Глядя На то Что На доске Написано Легко Догадаться Смотрите Вот Это Ро От Альфа Да Теперь Это Будет Матрица Да Это Будет Матрица Давайте Мы Ее Так Назовем Х Плюс Эпсилон Игрек Да Поэтому На самом Деле Тут Есть Два Следа Есть След Икс И След Игрек И Они Числа Да Мы Вообще Не Хотим Чтобы У нас Эти самые Эпсилон Оставались Вот И Оказывается Что Нужно Взять След Игрек Это Называется Нечетный След Вот И Это След Игрека Просто И Оказывается Что Снова Вот Как раз Если Вот Такое Вот Ф Тильда Взять То Это Будет Теперь Голоморфизм БВ Алгебр И Если У поверхности Нет Границы То Он Будет Селективным Для Всех Н Вот Вот Получились Супералгебры Мы Конечно Их В жизни Не хотели Но Так Вроде Бы Теперь Вышло И Обратите Внимание Вот Я не знаю Как Тураев Может быть Он это Предвидел Но Видите Скобка Голдмана Про Пересечение Кривых А Скобка Тураева Про Самопересечение Оказалось Что Она Про Супералгебры С чего Бы Да Что значит Супер Супер Это Означает Что Это Вы знаете Это Технически Означает Что Когда Вы Берете Вот Для Этих Если Вы будете Х Два Штриха И Два Штриха Когда Вы Будете Брать Скобку Ли То В ней Вместо Коммутатора Будет Анти Коммутатор В этом В этом История Что Вам Придется Как Структуру Использовать Вот Именно Когда Нечетное С Нечетным То У вас Поменяется Знак И У вас Не будет Наверное В этот Момент В этот Момент Мне Мне Нужно Мне Нужно Остановиться Но Может Быть Последнее Слово Которое Хотел Сказать Раз Меня Вначале Спрашивали Про Первую Строчку Тут Связь Вот Первой Строчки Допустим С Третьей Оказывается Что Ну И С Четвертой Тоже И Может Быть И С Пятой Оказывается Значит Между ними Связь Устанавливается С помощью Их Групп Автоморфизмов Или Или Алгебр Дифференцирований Гипотетически Их Группы Автоморфизмов Совпадают В настоящий момент С Вот Этих Структур Может Это Мне Пишу Это Мне Может Потом Я Подробнее После Доклада Расскажу Но Автом Как Бы Такая Главная Связь Состоит В том Что Есть Гипотеза Что Автоморфизма Всех этих Структур Они Одинаковые Вот На сложном Уровне На простом Уровне Может быть Это чуть Менее Ясно На сложном Уровне Это Интересная Гипотеза И в настоящий Момент Вложения В основном Известны Известны В одном Направлении Здесь И здесь Известен Изоморфизм Известно Что Внутри Этого Находится Это И Внутри Этого Находится Это Но Люди Верят Что Наверное Они Все Одинаковые Но Может Быть И Нет Вот Может Это Хорошее Место Чтобы Остановиться Давайте Поговорим Доклад Есть Вопросы Замечания А Какого Рода Объекты Эти Группы Автоматизма Значит Группы Автоматизма Да Давайте Я скажу Ну Тут Может Быть Технически Проще Всего Сказать Что Эта Наука Наиболее Разработана Для Случа Когда Поверхность Это Сфера С Тремя С Тремя С Тремя Компонентами Границы Это Такой Случай Который Наиболее Известен Ну Например Вот Видите Здесь У вас Е в степени Ис На Е в степени Игрек Вы Можете Думать Что Фундаментальная Группа Такой Поверхности Это Свободная Группа С Двумя Образующими Например Это Могут Быть Е в степени Ис Е в степени Игрек А Соответственно Третья Образующая Которая Теперь От них Зависимая Петля Вокруг Третьей Граница Это Будет Экспонент От Ряда Кемберла Хаусдорфа Теперь Сами Технически Говоря Сами Вот эти Группы Автоморфизмов Это Какие-то Подгруппы Группы Автоморфизмов Свободные Алгебрели С двумя Образующими То есть Для Всех Этих Объектов Обычно Туда Это Вкладывается Но На них Есть Много Разных Интересных Условий Ну Например То Что В трехмерной Топологии Это Условия Которые Получаются Из Группы Коз А Соответственно В Теории Чисел Это Условия Которые Возникнут Из Того Что Вы Можете По-разному Писать Разные Формулы Разные Тождества Между Вот этими Зета Значениями С Разными Целыми Аргументами А Здесь Это Ну Например Будут Автоморфизмы Скобки Голдмана И Совместные Автоморфизмы Скобки Голдмана И Ко Скобки Тураева Вот Ну Здесь Может быть Это У меня Заняло Какое-то Время И По всей Видимости Восочи Все Численные Тесты Сколько Я понимаю До сих Пор Показывают Что Вот В этом Случае Например До сферы С тремя С тремя Компонентами Границы Эти Группы Автоморфизмов Равны А вот Эта Алгебра Ли Которая Первая Сточка От Которая Универсальная Абритация Центр Придется Это Алгебра Ли Вот Той Группы Или Нет Это Это Наука Про Да Значит Это Любая Конечномерная Над Полем Характеристики Ноль Значит В В теории Ли Это Взялось Из Изучения Центра Там Есть Теорема Дюфло Которая Говорит Что Есть Универсальный Ответ На Этот Вопрос И Этот Универсальный Ответ Он Оказался Тоже Связанным С Этой Всей Деятельностью Теория Чисел Наверное Надо иметь Теорию Периодов Ну Наверное Да Да Ну Конечно Да Потому Что Эти Да Поскольку Эти Эти Штуки Ну И Да Там Конечно Вот Есть Люди Которые Предполагают Что За Всем Этим Стоит Как раз Теория Мотивов Да Но Я не знаю Может быть Что Нибудь Другого Остачи Пока Нет Такого Убедительного Объяснения Почему Все Почему Все Эти Вещи Как-то Связаны Но Ну Вот Я вам Показал Какие-то Из них Относительно Простые Связи И Это И Это Довольно Новое Поэтому Это Может Быть Скобка Голдмана И Ко Скобка Тура Это Как Умножение И Ко Умножение Где-то То есть Они Где-то Двойственны Между Собой Ну Если Если Мы Если Мы Алгебру Хоффа Из Из Этого Дела Разовьем То Наверное Да Ну В каком В каком То Смысле Ну То Есть Двойственны Как Сказать Они Друг С Другом Согласованы Но Мы Не Можем Обычно Мы Не Можем Одну Из Другой Прочитать Вот Поэтому Тут Наверное Я Должен Сказать Да Но С Оговорками А Это Фольклор Как Что Группа Офе Зажать Одинаковый Или Это Кто-то Сформулировал Явно О Ну Это Да У Этого Есть Обычно Есть Да Значит Это Называется Ну Скажем Так Есть Не Это Сформулировано Во многих Местах То Я Не Очень Знаю Как Никаким Контринным Человеком Но Записано Да Это Записано Человек Сформулировали Физик Какой Нем Не Не Это Это Математики Но Мне Кажется Что здесь Между Скажем Так Между Ну Наверное Все-таки Оригинальная Идея Наверное Тут Как всегда Неизвестно Да Но Можно Предполагать Что Наверное Дринфельд Все это Всегда Знал Может Быть Вот И Конечно Это Запущено Запущено Это Дело Было Дринфельдом Теперь Между Вот Этими Вот Двумя Строчками Много Трудился Кортье И Его Такой Ученик Рассине Который Ну Собственно Уже Сформулировал Это Более Конкретно Потом Я не очень Знаю Мне кажется Какое-то Количество Людей Просто Делали Численные Расчеты Потому Что Эти Все Может Я тоже Должен сказать Эти Все Группы Автоморфизмов Они Экспоненты От Каких-то Градуированных Алгебр Ли А Градуированные Это Значит Что Вы Можете Их Кусками Резать И Изучать Хвост И По-моему Ну Опять же Какое-то Время Назад Я не знаю Там Вопрос До Куда Вы Сможете Досчитать И Какое Число Вы Называете Большим Вот Здесь Вот Они Досчитали По-моему До Порядка Девятнадцать И Но Некоторые Люди Считают Что Девятнадцать Это Просто Ерунда Как Это Совпадает До Группа Должны Хоть Как То И Замор Не Не Но Есть В Эту Сторону Фуруша Доказал Что В Эту Сторону Есть Вложение Группа Которая Группа Которая Здесь Называется Группой Гротендика Техмюлера И Она Вкладывается В Группу Симметрии Этих Самых Называется Double Shuffle Для Произведений Этих Самых Multiple Z Стал Заниматься Этим Делом Со Своим Соавтором Тарасяном И Ну То есть Вначале Мы Посчитали До Порядка Семь И До Порядка Семь Там Что-то По-моему Симметрии Вот этой Штуки Они Просто Были Равны Нулю То есть Мы Думали Что Там Единственная Эта Вещь Но Потом Тарасян Скал Не 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 Семь Это Ничто Ну Это Правда Оказалось Кстати В отличие От 19 И Дальше И Дальше Он С Каким То Своим Школьным Приятелем На Компьютере Посчитали Там Значит Два Уравнения Нужно Решать Одно Уравнение Какой-то Package Ли Но Второе Уравнение Нестандартное Поэтому Им Пришлось Ручками Написать И Что-то Там В общем Это Не Просто Было Да Порядка 16 Досчитали Вот Что Наверное Вы Не Умеете Все Считать Поэтому Это Все Просто Неверно Вот Но Потом Когда Уже Пятое Число Ну Ладно Вот А Этот Тарасян Просто Этот Самый В Google Ряд Чисел И Google Сообщил Что Так Вот же Так Вот Вот И Но Тогда Да Тогда Мы Задумались И Доказали Что Это В Это Вкладывается Можно Вопрос Какого характера Уравнения Ну Слушайте Я Не Знаю Как Тут Председатель Стующий Что Скажет Такое Дело Это Ну Сейчас Я Вам Покажу Одно На Одно Уравнение Я Вам Сразу Покажу Оно Реально Простое Ну Или Там Его Легко Написать У Вас Есть Два Два Ряда Ли Ну Или Два Полинома Ли От Двух Переменных Ну Это Что Типа Вы Можете Думать Я Не Знаю Икс Икс Игрек Там Не Знаю Что То Да И Вы Пишите Значит Вы Хотите Чтобы Скобка Икс А Плюс Скобка Игрек Сб Была Равна Нулю Вот Это Значит Это Значит Одно Уравнение Я Думаю Что Проще Всего Здесь Показать Уравнение Вот Это Одно Уравнение Второе Уравнение Такое Ну У Вас Вот Эти Вот Полиномы Ли Они Вы Можете Раскрыть Все Скобки И Думать Что Это Просто Некоммутативные Полиномы От Двух Переменных Вот Тогда Вы Любой Некоммутативный Полином От Двух Переменных Можете Записать Как Число Плюс Какой-то Полином Умножить На Икс Плюс Какой-то Другой Полином Умножить На Игрек Да Потому Что У вас Теперь Давайте поступим Так Давайте Возьмем Вот эти Вот А и Б И Их Отправим Вот Для А Возьмем Полином Который Соответствует Иксу И даже Умножим На Икс То есть Возьмем Вот эту Иксовую Часть А для Б Возьмем Ту Часть Которую Умножим На Игрек А теперь Возьмем От Этого По Модулю Коммутаторов Циклическую То Отождествим Икс Игрек Икс Игрек Икс Квадрат И так далее То есть То что раньше Мы делали И скажем Что это будет Равно Нулю Вот эти Вот например Вот такие Вот такие Два уравнения Вот это И это Это называется Уравнение Кашевары Верн Вот Ну вот Ну а соответственно Здесь И здесь И здесь Есть каждый раз Свои уравнения Но их Я как-то Не решаюсь Ассоциаторы Дринфельда Это получается Какие-то числа Ассоциатор Дринфельда Ну Ассоциатор Ассоциатор Дринфельда Это Это тоже Значит Там такая Идея Ассоциатор Дринфельда Это Некоммутативный Ряд Двух Переменных И Оказывается Например Вот Вот эти Штуки Это Для одного Из ассоциаторов Дринфельда Коэффициенты То есть Ассоциатор Дринфельда Это такой Некоммутативный Ряд Который Улитворяет Каким-то Уравнениям Которые Получились Из Группы Коз Вы значит Берете Как-то Группу Коз И Там Тоже Про ее Автоморфизм Начинаете Думать У вас Получаются Естественные Уравнения Их решение Это Называется Ассоциатор Там Самое интересное Там Есть Несколько Уравнений Но Самое Интересное Уравнение Так называемый Пентагон Вот Но То есть Это Тогда Будет То Что мы Должны Написать Соответственно Вместо Вместо Этих Двух Уравнений Там Одно Но Такое Забориское Вот Ну чего Может Это Надо Все же Есть Вопросы Так Строго Тогда Тогда Давайте Поздрим Поздравляем Аплодисменты 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 Субтитры сделал DimaTorzok